В эфире новости в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. Говорим о главном к этому часу. В центре Владимира разрушается историческое здание. Дом номер 40 на Большой Московской включен в реестр объектов культурного наследия области. Сначала на стене дома образовались трещины, затем начала осыпаться штукатурка, и сейчас уже видна кирпичная кладка. Опасное для прохожих место оградили сигнальной лентой. По документам здание принадлежит нескольким собственникам. Это физические лица. По закону именно они отвечают за состояние дома, но пока ремонт здесь не начали. Предположительно, здание построено в конце 18 века. В середине 19 столетия здесь была харчевня, затем гостиница. Сейчас в площади арендуют магазины и частные музеи. Жители города переживают, что историческое здание может разрушиться. Для любого города ценно иметь такие объекты. И безусловно, для города, который претендует на звание города туристического, исторического, некого исторического центра. Безусловно, такие дома должны быть в идеальном состоянии. Идеальны для жителей города, просто потому что они должны гордиться тем, как город выглядит. Этот город должен выглядеть идеально для туристов, потому что они именно за древностью приезжают. Они не приезжают посмотреть на развалины. Все-таки это не Колизей. Это то здание, которое мы можем и обязаны поддерживать в нормальном состоянии. В инспекции государственной охраны объектов культурного наследия и в мэрии о проблеме знают. Как чиновники комментируют ситуацию и когда собственники отремонтируют здание на Большой Московской, расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей. Жители одной из улиц в Коврове жалуются на состояние дороги рядом с их домами. Она проходит под уклоном. Люди говорят, с приходом весны вода стекает прямо к их подъездам. Масштабы коммунального ЧП оценил и лично глава региона Александр Авдеев. Игорь Липский выяснил, когда решится проблема. Вместо дороги с щебенкой Рытвиной набережный проезд к Коврове связывает сразу две городские улицы. Участок находится под углом, поэтому с приходом весны здесь рекой течет вода. В конце дороги расположена школа по спортивной гимнастике. Каждый день родители приводят детей на тренировки. Поход на занятия превращается в полосу препятствий. Люди говорят, в советское время здесь даже был асфальт и ливневая канализация. Со временем она забилась, вся вода потекла вниз горы в зоне подтопления 14 частных домов. Мы гуляем и очень сожалеем, что здесь пошли. Я еле зашел, еще не зашел даже. На проблемном участке побывал глава региона Александр Авдеев. Городские чиновники говорят, эту дорогу регулярно очищают грейдером и покрывают щебнем. Сначала планируем грейдером, потом подсыпаем щебнем. Здесь находится у нас 14 частных домов, ну и квартирный дом мы видим. Но это лишь временные меры, говорят местные жители. После дождей щебенку потоком смывает вниз, а на ее месте остаются настоящие канавы. Ковровчане уверены, нужны более действенные меры. Рельеф здесь тоже сложный в том плане, что, значит, если выше сделать и сделать вот здесь вот поле, она все пойдет вот сюда. Глава региона Александр Авдеев лично осмотрел участок. Он уверен, проблему можно решить в несколько этапов. Давайте сделаем так. Сейчас мы с городскими властями проработаем и посмотрим, в сколько, ну, в два этапа постараемся сделать работу. Может быть, в три. Сначала с водой, ливневка и дорога. По итогам рабочей поездки Александр Авдеев принял решение. Дорогу на улице набережной проезд отремонтируют. Первый этап – подготовка проектно-сметной документации. Приступим к проектированию ливневой канализации и, значит, самого проезда. Процесс не быстрый, сложная ситуация с коммуникациями, но, думаю, за несколько лет решим. Во Владимирской области в этом году на ремонт дорог межмуниципального значения из областного бюджета направят 5 миллиардов рублей. Из них полтора миллиарда на районные дороги. Еще около двух с половиной миллиардов направят на ремонт муниципальных улиц. Игорь Липский и Дмитрий Шаталов. Глава региона считает, что импортозамещение сегодня реальный тренд. Он раскрывает большие возможности для развития экономики Владимирской области. Александр Авдеев поставил задачу сделать бизнес-среду максимально открытой и комфортной. Он отмечает, что на всех уровнях необходимо устранить барьеры и излишние согласования, минимизировать контроль и надзор. Глава региона считает возможным каждый год привлекать новые инвестиции в размере от 150 до 200 миллиардов рублей. Для развития Белый дом планируют использовать и федеральные ресурсы. Эту политику поддерживают и депутаты Госдумы от Владимирской области. Они говорят, что бюджет региона уже сейчас позволяет создать свой резервный фонд для развития экономики, так как он является профицитным. И фермеры Петушинского района утверждают, что санкции им не помеха. Наоборот, сейчас самое время развивать агробизнес. Мои коллеги расскажут подробнее. В меню овец, сен и овес. И обязательно два раза в день зерно и комбикорма. Еще соли и премиксы по мере необходимости. Малыши кормят также, только добавляют минералы и микроэлементы. Большинство овец старинной романовской породы, которую вывели в России. Она считается одной из самых универсальных. Основное направление у нас молочное. То есть это получение молока и в дальнейшем изготовление, сейчас модное слово, ремесленных сыров. Почему и считается прибыльным направлением. Потому что и молоко, и мясо. На ферме 315 голов, большинство из них яркие. Так называют самок. Им сейчас не больше полугода. Фермеры ждут осени, когда они подрастут. Яркие ценятся больше всех. Они вынашивают потомство, а еще дают молоко. Специалисты говорят, оно в два раза питательнее коровьего. Сами занимаемся, скажем так, переработкой, пытаемся заниматься. Ну и плюс, у нас же здесь направление дачное. Плюс, скажем так, сарафанное радио. Люди приходят, покупают. Владимир Зуев уверен, санкции для его хозяйства только на руку. Фермер планирует производить сыр и продавать его в магазинах. Рецептура есть, продукт получится не хуже импортного. Для сельхозбизнеса здесь все необходимое. Начать свое дело помогла администрация Владимирской области. Животновод получил грант на развитие хозяйства. Мы участвовали в конкурсе на поддержку семейных ферм. Выиграли этот конкурс и с поддержкой государства, которую оказало нам государство 60%, мы построили вот такое хозяйство. В Петушинском районе 6 СПК и 38 крестьянско-фермерских хозяйств. Местные власти уверены, они могут обеспечить жителей собственным молоком и мясом. Аграрии уже готовы приступить к посевным работам. К весенним полевым работам район готов. То есть это семена, минеральные удобрения, горючие смазочные материалы, трудовые ресурсы. Ну, что касается первого, я сказал, то это закуплено, скажем так, до вот еще всех острых ситуаций в нашей стране и на Украине. Сельхозпроизводители постепенно пересаживаются на отечественные тракторы. Они говорят, российская техника соответствует зарубежным аналогам, а комплектующие стоят в несколько раз дешевле. В Петушинском районе общая площадь под посевы составляет 6 тысяч гектаров. Четверть земель займут зерновые культуры, картофель, кукуруза и однолетней травы. Этого хватит, чтобы на прилавках была качественная отечественная продукция. Ирина Начарова, Евгений Павлов и Сергей Власов. Дольщики жилого комплекса «Дуброво парк» во Владимире теперь смогут задать все вопросы о ходе строительства напрямую специалистам профильного ведомства. Департамент строительства и архитектуры будет проводить раз в неделю личный прием. Специалисты ведомства поясняют, это необходимо из-за увеличения обращений дольщиков. Люди хотят знать, когда они смогут получить ключи от своих квартир. Компания-застройщик комплекса «Дуброво парк» отвечает за строительство трех многоквартирных домов. Консультации будут проходить в здании департамента по пятницам с 15 до 16. Записаться на прием можно по телефону горячей линии. А во Владимире жители улицы Лермонтова жалуются, что приходится ходить прямо по проезжей части. Грязь и разруха появились после ремонта тепловых сетей. Ситуации разбирались мои коллеги. Строительный мусорщебенка и кривой бордюр оставили после себя рабочие тепловых сетей. Жители дома номер 30 по улице Лермонтова возмущаются. Почему они должны ходить по дороге, где ездят машины? Тротуара просто нет. Люди ходят по дороге. Вот эти бордюры пытались уложить, вот прям видно, в мороженую землю. Вот под окнами вот здесь лежали трубы кругом. Путь в магазин становится полосой препятствий. С пакетами в руках по дорожным выбоинам нужно идти аккуратно. Не пройти, не проехать. Дочь с коляской приезжает с младенцем. Подъехать невозможно. Я как человек тоже в возрасте и проблематичны ноги. Боюсь где-то оступиться, упасть. Ремонт тепловых сетей на этом участке начали в конце прошлого лета. Повесили объявления, огородили территорию. Тогда жители отнеслись к неудобствам с пониманием. Ради того, чтобы отопление работало исправно, можно и потерпеть. Вот только трубы починили, а тротуар восстанавливать не стали. Поменяли, в начале декабря подключились, ударили морозы. Одна бригада прокладывала трубы, делала. Другая бригада должна была делать дорогу. Начались морозы, все замерзло. И все, по этим буракам выпал снег. Понятно, что никто здесь ни разу за всю зиму ничего не чист, если бы там техникам не могла проехать. Сейчас все тает. По-тайному никто не может ходить. У Кристины Кузнецовой три ребенка. Детский сад и школа от дома недалеко. Вот только добираться туда тяжело. Девушка жалуется. Дети постоянно приходят с улицы грязные. Но больше всего мама переживает, что их может сбить машина. Им приходится ходить по дороге. Когда ездит машина, то есть детям приходится отходить в сторону. Это небезопасно, потому что со спины она не видит, что и кто у нее сзади идет или едет машина. Жителям надоело терпеть неудобства. Они уже не просят, а требуют восстановить ритуар. Коммунальщики оправдываются. Важнее было подготовить систему отопления. Выполнить благоустройство до зимы не успели. Работы были выполнены уже фактически в начале декабря месяца. Частично был восстановлен асфальт, пока нам позволили погодные условия. Но, к сожалению, весь участок нам не удалось восстановить из-за погодных условий. Благоустройством будут заниматься, когда снег окончательно растает. В плане эти работы уже есть. Коммунальщики уверяют, что вернут жителям не только тротуар, но и газон. Александр Инин, Мария Гончарова и Сергей Власов. Вехи ратной истории. Так называется новая выставка, которую открыли в музее-заповеднике Александровская Словода. С уникальными экспонатами гостей знакомят стрелец и пехотинец преображенского полка. Для полного погружения в эпоху всем желающим здесь разрешают примерить кольчугу или кафтан. Ну а главные экспонаты выставки – это старинное оружие. Посетители могут проследить историю становления русской армии. Музейная коллекция впервые представлена в таком объеме. Есть уникальные экспонаты 16 века, которые мастера изготовили прямо в Александровской Слободе. Выставка оружия будет работать до середины июня. На экскурсию бесплатно по Пушкинской карте могут попасть подростки и молодые люди. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные новости. А если вам нужна наша помощь, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok